Привет, я Владимир Шамшурин и это видео о том, как изменить свою жизнь. Если ты оказался здесь и смотришь этот видос, значит твоя жизнь тебя, скорее всего, чем-то не устраивает. И, наверное, не устраивает она тебя абсолютно всем. Большинству из вас, так же, как, скорее всего, и тебе, мешает что-то выйти из этой жизни и стать человеком, который живет другой жизнью. Что мешает? Скорее всего, мешает чувство комфорта. Ты сейчас, наверное, удивишься, возмутишься, начнешь плеваться в экран, но это так. Как большинству людей просто комфортно жить той жизнью, которой они живут, несмотря на то, что она их полностью не устраивает. Это, скорее всего, понятие даже не комфорт, а понятие привычки. Плохой, вредной привычки. Да, плохая жизнь тоже может быть плохой привычкой, от которой надо избавляться, и мы с тобой будем делать это прямо сейчас. Давай сначала начнем с того, что поймем, разберемся, как ты в этой жизни оказался. Как ты до такого дошел, что ты хочешь изменить все и сразу, всю свою жизнь. Это может быть твое бездействие, твои неправильные действия, это может быть твой инфантилизм, это может быть какие-то программы, которые заложены в тебя с детства, это может быть та среда, в которой ты родился, это может быть твое окружение, это может быть влияние твоих родителей или родственников, которые, конечно же, заботятся и хотят тебе добра, и любят тебя, Но не всегда они это делают правильным образом, они это делают зачастую так, как их воспитывали их родители. И, наконец, это может быть твое мышление, которое, в свою очередь, стало результатом всего перечисленного выше. Что тебе сейчас мешает ее поменять? Тебе мешает ряд вещей. Первый – это страх неизвестности. То есть многие люди не знают, что будет там, если начать все делать по-другому, если начать что-то делать по-новой. То есть что могу тебе здесь сказать? В любом случае, как-то будет. Если ты не знаешь, что делать, хотя бы просто сделай шаг вперед. Тебе нужно осознать, что терять тебе практически нечего. Если ты дошел до того, что набрал в интернете, это запрос, как поменять жизнь. Но, скорее всего, терять особо нечего. Следующее, что тебе нужно сделать, это довериться Вселенной, Богу, космосу, кому угодно. То есть когда ты начинаешь доверять, расслабляешься и говоришь себе, как будет, так будет, где-то я просто буду шагать вперед, то Вселенная начинает подсовывать, в хорошем смысле слова, подкладывать тебе какие-то возможности, какие-то ситуации, каких-то людей. То есть она начинает тебе давать то, что тебе хочется. То есть она тебе как бы каждый раз, ты ступаешь в темноту, она тебе дает какую-то следующую ступеньку. Ступаешь в темноту, она дает тебе следующую ступеньку. То есть у многих людей проблема именно в том, что они настолько привыкли контролировать ситуацию, я сам был таким же. То есть я не мог физически допустить то, что если я сейчас что-то перестану делать, или начну что-то другое, что Бог мне поможет. То есть, а на самом деле есть такая проблема, как недоверие высшим силам, недоверие Вселенной. То есть тебе нужно научиться им доверять. И еще один момент, тебе нужно усвоить одно, что мы живем в таком обществе, в такой стране, что в крайнем случае с голоду ты точно не умрешь. То есть ты будешь жив, если у тебя есть руки, ноги и голова, то, соответственно, все будет, все можно изменить. Только для этого сейчас нужно будет сделать определенные вещи. Итак, давай о них поговорим. Ребят, секунду, внимание, я тренер с 12-летним опытом общения с женщинами. То есть я могу научить любого мужчину эффективному общению с девушками. Максимально быстро, максимально качественно и результативно. Почему я с такой уверенностью об этом говорю? Потому что 12 лет опыта и 12 лет практики, ну, мягко говоря, прошли не зря. Я все это пропустил через себя. Я сделал все ошибки, которые вы могли бы сделать или сделаете. И я знаю, как помочь вам и тебе в частности. Именно поэтому я так уверенно говорю, что только практика под чутким руководством кого-то, с обратной связью кого-то и с пинками в хорошем смысле кого-то даст тебе нужный результат. И, соответственно, поэтому я приглашаю тебя на свой практический, суперпрактический тренинг-практика, где я вместе с моими тренерами буду вместе с тобой делать эти практические задания. Ты никуда не денешься от нас. Ты попадешь в условия, в которых невозможно будет не сделать и не получить результат. С третьего по шестое октября. Ссылка под этим видео. Три с половиной дня только практики и жестких разборов от Шамшурина и его команды. Записывайся, количество мест ограничено. Ссылка под этим видео с третьего по шестое октября. Я тебя жду. Итак, первое, что тебе нужно сделать. Нужно четко прописать свои цели. Надо понять, куда ты хочешь прийти. Еще раз, если сейчас тебя что-то не устраивает, значит, ты сейчас для себя определяешь, что бы ты хотел поменять, как бы ты хотел поменять, как оно должно выглядеть. И прописываешь эти цели. Желательно ставишь дедлайны, когда ты хочешь к ним прийти. Если даже ты не знаешь, как к ним идти, ты не видишь этого пути. Наличие цели – это уже полдела. То есть вселенная, опять же, и высший разум, они сделают так, что у тебя появятся какие-то возможности. Они будут открываться перед тобой. Это принципиально другие новые действия. Потому что та ситуация, в которой ты оказался сейчас – это плод тех действий, которые ты делал раньше. И не более, и не менее. Соответственно, твоя задача – начать делать принципиально другие новые действия и по-другому. Тогда результат будет, скорее всего, принципиально другой и будет выглядеть по-другому. Это логично. Следующее, что тебе нужно сделать. Нужно понять, что именно тебя не устраивает. Прям конкретно по пунктам. А не просто ныть, что все плохо. Потому что любую проблему, любую ситуацию можно превратить и повернуть таким образом, чтобы найти решение для нее. Соответственно, следующее. Я тренер по прокачке мужского таланта в общении с девушками. Я тебе могу объяснить на этом примере. Например, ты боишься знакомиться с девушкой. Что для этого нужно сделать? Страх знакомства – его нужно распилить на какие-то части. То есть проводи параллель с тем, что тебе просто не нравится то, как ты живешь. Например, тебя не устраивает твоя жизнь. Тут то же самое. Распиливай на какие-то части, на какие-то составляющие. Ты, может быть, боишься того, что ты недостаточно хорошо одет. То есть, может быть, ты боишься того, что придет ее парень и будет какой-то конфликт. Возможно, ты боишься того, что ты будешь выглядеть глупо. Возможно, ты боишься какого-то социально-материального различия, что вот они какие-то девушки, которых ты видишь, которые тебе нравятся, богатые и успешные, а ты не такой. Возможно, тот, что ты боишься, что не знаешь, что сказать и так далее и подобное. Но все это – это всего лишь проблема. У каждой проблемы есть решение. Например, ты боишься, что может какой-то конфликт быть с ее парнем. Что можно сделать здесь? Нужно какое-то решение. Ты идешь, записываешься на какие-то там боевые искусства и начинаешь там заниматься, прокачивать себя, изучать их, соответственно, ходить на тренировки. Это не будет вот так, но это даст тебе что-то. И есть еще быстрый способ. Это электрошокер, не знаю, топор, нож, базука, который ты носишь у себя в заднем кармане. Ну, то есть, можешь представить себе какого-то двухметрового чернокожего парня, как охранника и так далее. Но это проблема, которая имеет простое решение. Следующее, например, я боюсь, что я не знаю, что ей сказать. Есть различные тренинги на эту тему, причем в этот момент нужно сделать вот так. Есть, соответственно, какие-то курсы актерского мастерства, есть упражнения по развитию коммуникации и так далее и тому подобное. Есть книжки, в которых учат тому, что говорит девушка. То есть, есть очень много-очень много всяких решений этой проблемы. Например, какая-то проблема, что я плохо выгляжу, я там слишком, там, у меня слишком большой живот, я плохо одет, иди в спортивный зал, иди купи себе шмотки. То есть, все это имеет решение. С твоей жизнью то же самое. Тебе нужно все это разложить по каким-то конкретным проблемам, еще раз, а не ныть, что все плохо. Например, тебе надоело, что на тебя орет постоянно твой начальник. Угадай, что можно с этим сделать. Можно подарить ему чупа-чупс, улыбнуться и сказать, ну ты понял, да? Можно сделать еще что-то, можно сменить работу, можно сменить начальника, можно подлить ему мышьяк, я не знаю, в чай сказать, Иван Иванович, я хотел бы вас угостить чаем. То есть, может быть, тебе надоело, что соседи, которые сверху, они постоянно себя там плохо ведут, попробуй сходить поговорить с ними, попробуй сменить квартиру, попробуй еще что-то сделать. То есть, всегда есть какие-то решения. Возможно, что тебе надоела та среда, в которой ты живешь, то окружение, те люди, смени окружение, переедь в другой город. Возможно, что тебе надоело еще что-то, еще что-то, еще что-то. Если ты не будешь просто ныть, а превратишь это в ситуацию, в проблему, которая обязательно имеет как минимум несколько решений, тогда будет проще понять, как из этого выкарабкиваться. Следующая ответственность. Тебя нужно взять на себя полную и тотальную ответственность за свою жизнь, за то, что сейчас в ней происходит. Ты, конечно, можешь до бесконечности обвинять среду, маленький город, друзей алкоголиков, то, что ты родился в бедной семье, то, что у тебя там еще какие-то проблемы, то, что ты учился в плохой школе, то, что у вас в городе нет работы, то, что то, то, что все и так далее. Но по факту все это не приведет тебя к какому-то выходу из этой ситуации. Да, ты найдешь таких же людей, которые будут ныть, вы друг другу будете рассказывать, как все плохо и печально, как вот тот мудак себе наворовал на Лексус или Мерседес, а вы такие честные и так далее. Но еще раз, жизнь не поменяется. Представь себе ситуацию, если тебя просто сейчас с вертолета или с самолета выбросить в открытое море, в океан, ну или куда-то, где очень много воды, соответственно, до берега нужно приличное расстояние плыть, но ты его видишь, этот берег. То есть у тебя есть какие-то цели, этот берег все-таки где-то вдали, видишь, он маячит. А ты не умеешь плавать. Представь себе эту ситуацию, что, какие выходы у тебя есть. Ты можешь, конечно, оказавшись в воде, сесть там, не знаю, в позу, в какую-то позу и начать причитать, что вот какие же они, мудаки, выбросили меня в океан и так далее. Как далеко до берега, какая холодная вода и так далее и тому подобное. Но единственный здравый смысл, который тебе подсказывает выход, который здесь есть, это просто попытаться научиться плавать, попытаться хоть как-то грести, махать руками, ногами и так далее, чтобы хоть как-то не утонуть. И потом в какой-то момент, возможно, ты даже поймешь, что, ой, круто у меня получается плыть. Других вариантов нет. Поэтому либо ты продолжаешь обвинять все вокруг, либо ты просто понимаешь, что пока тебе сейчас не удастся взять на себя ответственность за все, пока ты не начнешь что-то менять, не надеясь ни на какое чудо, ничего не поменяется. Следующее – это женщины. Тебе нужны женщины или женщина? Самая лучшая, самая классная, самая красивая. Еще раз повторюсь, что я когда-то в своей жизни, моя жизнь в принципе изменилась благодаря женщинам, благодаря желанию нравиться женщинам, благодаря тому, что я попал в пикап. И, соответственно, мужчина, успешный с женщинами, просто не может быть неуспешным по жизни. Это элементарная истина. Об этом я рассказываю в течение 510 страниц моей книги «Позиции сверху», которые ты можешь найти в любом магазине, книжном магазине страны или в магазине «Озон», в электронном магазине. Меня когда-то женщины просто вытащили. Они когда-то послужили таким нереальным мотиватором, что я просто не смог остановиться. И опять же, женщина – это самая сильная, самая лучшая, самая тянущая лебедка для любого мужчины. Когда появляется та самая, или когда у тебя открыт доступ ко всем, ты не представляешь, сколько это дает энергии, сколько мотивации к жизни, и как это начинает толкать тебя вперед и наверх. Только представь себе, как ты видишь их постоянно на улице, в каких-то дорогих местах, где-то еще, когда они выглядывают, эти красивые девушки из окон дорогих авто. Как они идут под ручку с какими-то успешными мужчинами. Как они блестят их ноги, как они классно выглядят, как у них шевелится попа, как развиваются их волосы, как, проходя мимо тебя, ты чувствуешь шлейф таких дорогих духов. Разве тебя это не мотивирует? Разве тебе сейчас не хочется оторвать свою жопу, перестать ныть и начать что-то делать? Разве ты не почувствовал какую-то такую злость, что я сейчас возьму и все поменяю? Это же настолько круто работает. И поверь, что они выглядывают из окон этих дорогих авто и идут под ручку с успешными мужчинами. Не потому, что они все такие расчетливые и корыстные, потому что это нормальное элементарное желание природное каждой женщины связать свою жизнь с самым сильным мужчиной, с самым успешным, потому что от него будет самый сильный ген, она родит самое лучшее потомство, и она будет воспитывать его в комфорте. То есть то, что ей нужно, это ее миссия, не потому, что они все такие корыстные. И это должно тебя мотивировать стать этим успешным человеком. И здесь я очень хорошо могу тебе в этом помочь. Я могу прокачать твой талант общения с девушками просто до невероятных высот. Ты даже не представляешь, насколько ты можешь вдохнуть в себя силы и энергию просто прийти на наши тренинги по общению с девушками, по эффективной коммуникации с ними, по строению отношений. Ты даже не представляешь, насколько твоя жизнь в этот момент изменится в лучшую сторону, потому что ты поймешь, что ты больше не можешь находиться там, где ты сейчас, потому что тебе открылись все женщины. То есть теперь тебе можно всех только выбирать. Но им нужны самые лучшие и самые успешные. И это будет тянуть тебя наверх еще раз. Поэтому записывайся на наши тренинги. Ссылка под видео внизу. Следующее, что тебе нужно, чтобы изменить свою жизнь, займись спортом. В здоровом теле, здоровый дух и так далее. То есть спорт, несмотря на то, что, казалось бы, нелогично, физически ты устаешь, он дает тебе очень много энергии. Это очень крутая тема. Плюс человек спортивный, он лучше переживает какие-то стрессы, какие-то жизненные неурядицы. И у него закаляется сила воли, сила духа. То есть, соответственно, человек, занимающийся спортом, легче переживает какие-то неудачи. То есть здесь нужно понимать, что жизнь, она не будет такой вот радужной всегда. То есть да, скорее всего, у тебя сейчас какая-то черная полоса, но ты должен понимать, что обязательно будет белая полоса. И ты должен к этому подготовиться, ты должен быть спортивным, здоровым, сильным. Следующее. Тебе нужны знания. Знания – это книги, тренинги, семинары, видео в Ютубе. То есть все, что ты найдешь полезного, ты должен смотреть, впитывать, впитывать, впитывать до той степени, пока тебя не начнет тошнить от этого количества знаний, которые лезут тебе в голову. Перестань вообще смотреть телевизор. Перестань смотреть это дерьмо, которое там показывают. Благо, есть интернет, и ты там можешь выбирать то, что тебе смотреть. Дальше. Тебе нужно впустить в свою жизнь какие-то вещи, которые бы ты хотел, чтобы появились в твоей жизни. Когда я впервые переехал в Москву первое время, мы ходили на всякие тест-драйвы дорогих автомобилей. То есть на некоторые нас даже не пускали. Нам было жутко некомфортно. Мы ходили в какие-то рейстики, мы общались с такими девушками, подходили к ним. Они нас сливали каким-то просто, которые вылезали из Бентли и вот так вот левитировали над землей. Нам даже казалось, что они просто не идут. То есть мы постепенно, постепенно, по чуть-чуть закидывали себя в ту жизнь, в которой хотим оказаться. И тут произойдет следующее. У нас рождалась злость. У меня была очень сильная злость. Такая злость на себя, злость на обстоятельства. Но это была такая спортивная злость. То есть злость это то, что тебе нужно следующее. То есть тебе нужно ее правильно направить. Злость даст тебе энергию. Злость должна тебя заряжать, а не забирать твою энергию. Она должна давать эту энергию, чтобы ты просыпался с утра и понимал, что ты сейчас порвешь весь этот мир. Как ты будешь это делать, выбирай сам. Тебе еще нужно больше, как можно больше веры в себя. Ты спросишь, как и где мне ее взять. Тебе нужны люди, которые будут тебя поддерживать. Это обязательно так. Тебе нужно загнать себя в какие-то условия, в которых будет работать только мотивация от, мотивация избегания. Соответственно, ты можешь взять какой-то большой кредит. Можешь пообещать кому-то, поклясться кому-то. Можешь написать декларацию. Можешь поспорить, что если ты чего-то не выполнишь, то отдашь что-то, что у тебя есть. Можешь переехать в другой город, где в принципе тебя никто не знает. Ты вообще не понимаешь, что происходит. И тебе надо как-то выживать. И та жизнь, которая была до этого, покажется тебе просто райом. Но здесь придется делать, придется действовать. И это очень круто работает. Еще раз, всегда лучше работает мотивация избегания, мотивация отчим, мотивация к. Ну, начни с этого. Тебе нужны друзья. Где их искать? Ищи. Сейчас есть интернет. Сейчас есть всякие сообщества по интересам. Сейчас есть всякие курсы, тренинги, семинары. Спортивные какие-то конкурсы, спортивные секции и так далее. Ты можешь их найти, поверь мне, если ты этого захочешь. Тебе нужно осознание того, что если сейчас ты не изменишь свою жизнь, то ты просто сдохнешь. То есть, внуши себе следующее, что если я сдамся, то будет только хуже. Я себе просто этого не прощу, я уже не смогу вернуться назад. Это как система ниппеля. То есть, я поднимаюсь по чуть-чуть, понимаю, что сдаваться назад, двигаться некуда. Сожги мосты. Хотя я, конечно, тебе скажу, что у меня опыт сжигания мостов очень печальный. Но тогда я был молодой и глупый, но это сработало. Это очень стрессово, когда ты увольняешься с работы, переезжаешь в другой город, живешь где-то там, спишь на полу у друзей. Но ты понимаешь, что у тебя остается только один выход херачить и больше ничего. Поэтому помни, что если ты остановишься, если ты сдашься, то будет только хуже. И помни еще о том, что кто пойдет дальше всех, тот, кто не остановится. Подписывайся на мой канал, если еще не подписался. Я надеюсь, что эта информация хоть как-то тебя зарядила. Ставь лайки и дизлайки. Это был Шамшурин. Увидимся. Пока.